Тема моего доклада... Слышно, да? Да, 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 слышу. Ага. Значит, русское с Багри и Тибагор в славянском окружении. Подходя к поискам происхождения какого-нибудь русского слова, всегда необходимо сначала выяснить, нет ли для него точных формальных соответствий в других славянских языках. В моем докладе предметы два, два слова. Русское с Багрить и второе Багор. Начнем со с Багрить. Русское разговорное, просторечное и фамильярное слово с Багрить. Как результат моих поисков в лексике славянских языков, соответствие обнаружилось только в болгарском языке, а именно глагол с Багря. Формально это точное соответствие. Важна, конечно, степень семантических соответствий. В русском языке СБАГРИТЬ обозначает избавиться от кого-нибудь, от чего-нибудь, удалить, отклонить. В болгарском СБАГРИТЬ – это сделать, приготовить, устроить, упорядочить. Как видно, семантика не очень-то сходная, но с большой натяжкой можно понять удаление и устранение чего-то, как способ организации и устроения. Есть бесприставочные варианты глаголов и в русском, и в болгарском. В русском разговорном БАГРИТЬ обозначает то же самое – ударить, отклонить. Кроме того, в диалектах БАГРИТЬ – это красть. В болгарском языке глагол звучит иначе – БАГОРЯ, бесприставочный. Это медленно и неухлюже что-либо делать. Для определения степени близости глаголов, очевидно, следует учитывать их географическое распространение. Русское СБАГРИТЬ фиксируется помимо вульгарного, просторечного, уголовного, в том числе, жаргона, в основном в русских северных говорах. В болгарском языке относительно географического распространения СБАГРИТЬ у меня нет сведений. В болгарском этимологическом словаре слово дается без каких-либо пометок. А вот БАГОРЯ, диалектное БАГОРЯ, которое значит медленно и неуклюже работать, оно зафиксировано только как банатский глагол. Вот из такого сопоставления. С одной стороны, северно-русские говоры, С другой стороны, болгарские, банатские говоры уже делается несколько сомнительно. Возможность отношения здесь заимствования. Во всяком случае, в других болгарских словарях СБАГРИТЬ мне не удалось обнаружить, а БАГОРЯ действительно только в банатских говорах. Стоит перейти тогда к вопросу о происхождении обоих глаголов. БАГОРЯ возводится болгарскими этимологами. Ну, совершенно естественно, раз это на территории баната. Мы вчера слышали доклад об активности заимствований банатскими говорами из румынского языка. Поэтому неудивительно, что БАГОРЯ, как медленно делать что-то неуклюже, возводится к румынскому БАГАРЭ в значении вкладывания, всовывания, размещения чего-то, которое, в свою очередь, происходит от венгерского же глагола БАГА, вкладывать, всаживать, помещать, устраивать и дальше к среднероманскому и среднелатинскому корню БАГ в значение вставлять. Стало быть, следует обратиться далее к русскому СБАГРИТЬ. Русское СБАГРИТЬ заинтересовало только Фасмера, который сопоставил его с диалектным БАГРИТЬ, естественно, красть, и возвел, соответственно, к этому глаголу без дальнейших толкований. Аникин в своем русском этимологическом словаре отметил, что БАГРИТЬ, как ВОРОВАТЬ, восходит, очевидно, к Афенскому БАГОР, которое названо словом неизвестного происхождения. Совершенно очевидно, что справ Фасмер, который сбагрит через БАГРИТЬ, ВОРОВАТЬ, возвел к БАГОР, и в данном случае Аникин не совсем прав, потому что Афенское БАГОР, ВОР, вполне может происходить из БАГОР, как обозначение шеста с крючком на конце, который служит для привлечения чего-то, для отталкивания чего-то, короче говоря, для движения, что, собственно, и характерно для воровских действий. Итак, прав, очевидно, Фасмер, который возводит сбагрить, вместе сбагрить, красть к существительному БАГОР. Обратимся теперь к слову БАГОР. БАГОР зафиксировано в славянских языках довольно ограниченно и с двумя различными типами значений. В русском и украинском БАГОР известно, ну, БАГОР, конечно, в украинском известно, как обозначение шеста или палки с крючком на конце. В словацком языке есть БАГОР, который обозначает часть обода колеса и верхний подвижный мельничный жорнов. В этом же значении, как часть обода колеса, БАГОР перешло и в украинский, и в польский язык, но и там, и там, это признается как результат заимствования из словацкого. Относительно этимологии БАГРА в обоих значениях. Многие исследователи объединяют их генетически. На каком основании? Прежде всего, используется вариант словацкого БАГОР, который звучит как БЭГГОР, обозначая только подвижный мельничный жорнов. На этом основании, естественно, предложено толкование от славянского глагола БЕГТИ, бежать. Ну и часть обода колеса толкуется таким же образом. Эту этимологию Трубачев предложил распространить на оба БАГРА, то есть и БАГОР как обод колеса, и часть верхней мельничной жорнов, и на БАГОР как палка с крючком. Но, очевидно, семантически это плохо согласуется. Глагол БЕГТИ и палка с крючком. Другая этимология. Эта этимология, кстати, отвергнута, например, как очень фонетически сомнительная для БАГОР как палка с крючком, в силу того, что для БЕГТИ на индоевропейском уровне очень трудно объяснить фонетические отношения. Об этом можно прочесть у Аникина. Другая этимология, объединяющая все значения слова БАГОР во всех славянских языках, это производная от индоевропейского БАГГА в значении сгибать. Семантически, очевидно, все здесь справедливо, все подходит, но беда в том, что не все, вернее, большая часть индоевропейстов отвергает возможность реконструкции такого индоевропейского корня. Поэтому я предпочту обратиться в данном случае к этимологии, раздельной для восточнославянского БАГОР в значении шест с крючком и словацкого БАГОР в значении часть обода колеса и верхнеподвижный жорнов. Для этого, для этимологии, для толкования БАГОР в значении шест с крючком есть толкование как заимствование. Одно, которое было предложено Микколой, отвергнуто большинством исследователей, это происхождение из древнескандинавского БАТГАР в значении лодочное копье. Это буквальный перевод. Очевидно, все-таки имеется в виду действительно какое-то орудие, какое-то приспособление лодочное не уточняется исследователями. Другая точка зрения насчет заимствования принадлежит Маценауру. Маценауру предположил, что обозначение шеста с крючком восходит к немецкому БАГГЕР обозначению землечерпалки или драги, то есть приспособление для земляных работ. Это толкование также отвергнуто Бернакером и последствий Фасмером, но, впрочем, и другими исследователями, Иславским также. Мне кажется, однако, что можно опереться именно на это толкование. Только нужно взять исторический, семантический этап, предшествующий немецкому БАГГЕР в значении землечерпалка, а именно к немецкому же БАГГЕРТ, который обозначает портовый рабочий, портовый подсобный рабочий. Это БАГГЕРТ восходит, очевидно, предшествует БАГГЕРу землечерпалке и восходит к заимствованному из голландского языка глаголу БАГЕРЕН, чистить дно от грязи и таким образом углублять фарватер. Я думаю, что если учесть распространение глагола «сбагрить» преимущественно в северных коврах, учесть употребление шеста с крючком багра на территории России, в основном как орудия при сплаве леса в северных реках, также при ловле рыбы этим багром, и также, очевидно, при портовых рабочих, когда речь идет о сближении или разделении судов и пристаней, можно предположить, что русская БАГГОР восходит именно к немецкому БАГГЕРТ со значением подсобный портовый рабочий. Мне кажется, что следом этого портового и отчасти земельного, землеочистительного, фарватоочистительного значения глагола БАГГОР являются некоторые архангельские диалектизмы, а именно, прежде всего, багрень, что значит прорубленное во льду русло для проводки судов. И второе слово, глагол БАГГРИТ в значении делать земляные волки вокруг чего-нибудь, в частности, окучивать. Таким образом, я думаю, можно, несколько усовершенствовав гипотезу Маценаура, признать русское БАГОР заимствованием из немецкого языка. Следует сбагрить, как и толковал Фасмер, как производная от БАГОР. При таком толковании очевидно, что поднятый в начале вопрос о соотношении восточнославянского БАГОР, как обозначение палки с крючком, то есть, извините, не только глагола сбагрить, удалять, лишаться чего-нибудь и выбрасывать что-то, отталкивать, грубо говоря, сплавлять что-то. Кстати, интересно, что одно из толкований именно сплавлять чего-то, что подчеркивает родство с БАГОР, таким образом сбагрить, и болгарская сбагря оказывается ничем не более, как межязыковыми гетерогенными аммонимами. Спасибо за внимание.